Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим про производство охмелённого сусла, а конкретно о приготовлении и дроблении солода. Это будет первое видео про производство охмелённого сусла. Также мы поговорим про засыпь и затирание, фильтрации затора, кипячение с хмелем и охлаждение сусла. Всего будет 5 видео лекций. Материал о производстве охмелённого сусла достаточно обширен и поэтому не может быть сделано все в одной видео лекции. Пивное охмелённое сусло это сахаристый полупродукт, образующийся в первой фазе технологического процесса при производстве пива. Он содержит экстрактивные вещества из солода и хмеля. Важнейшим процессом при производстве охмелённого сусла является превращение нерастворимых компонентов солода, основного крахмалистого сырья, в растворимый экстракт в результате ферментативных реакций, катализированных гидролизующими ферментами. Активные вещества охмеля наоборот переходят в раствор в результате физических и химических процессов. Для создания технически подходящих условий для основного процесса необходимо работать с сырьём, которое предварительно обработано дроблением и в среде с достаточным количеством воды. Производство охмелённого сусла состоит из трёх основных процессов. Первое – затирание, то есть перевода экстрактивных веществ из перерабатываемого крахмалистого сырья, то есть солода, в раствор. Второе – фильтрация сахаренного затора. И третье – охмеление сусла путём кипячения его с хмелем. Казалось бы, простые процессы, происходящие при производстве сусла, являются результатом сложных биохимических процессов, которые влияют на химический состав охмелённого сусла. От него зависит не только дальнейший технологический процесс, но и качество пива. Первоначально технологические процессы, применяемые при производстве охмелённого сусла, главным образом в части густоты заторов, градации температур при затирании, кипячении заторов и т.п. были выведены чисто эмпирическим путём. И поэтому были в некоторой части излишне усложнены. Из современной точки зрения такой подход был не всегда рациональным. Благодаря достижениям в области биохимии, коллоидной химии и других отраслях науки стали возможны более совершенные методы управления пивоваренными процессами и контроль за их протеканием. Вместе с тем опыт, приобретённый на практике, и дальше находит применение, если подтвердилась его верность. Приготовление и дробление солода. Выбору солода и его подготовке перед дроблением уделяется важное внимание. Солод с разными свойствами смешивают в определённом соотношении, чтобы основное сырьё имело состав, обеспечивающий равномерное качество пива. Основную часть засыпи составляет солод гарантированного качества. Свежеприготовленный солод сначала добавляют небольшими дозами, которые могут быть увеличены только после отлёжки солода. Старый солод, влажный солод или солод с другими недостатками добавляют осторожно, чтобы их плохое качество не отразилось на готовом продукте. Раньше солод, предназначенный для дробления, отвешивали в бункер, в котором он перемешивался и потом поступал в дробилку. Но с какого-то времени для этой цели используют смесители или дозаторы. Однако всегда рекомендуется подавать в дробилку солод уже выровненного качества, чтобы работа дробилки была равномерной. Также следует следить за качеством рабочих органов дробилки. Солод, хранящийся на открытых площадках или в закрытых солодохранилищах, всегда загрязнён пылью, которая образуется в результате истирания зерна при его транспортировке. На открытых площадках в солод могут попасть и другие примеси, поэтому перед дроблением его очищают от пыли и примеси. Для очистки от металломагнитных примесей устанавливают специальные магнитные уловители на трубопроводе перед подачей солода на дробилку. Для очистки от других примесей используют простейшие очистительные машины, состоящие из отрицательных сит, сепараторов для пыли. А грубые примеси, камешки, обрывки мешка, вины и так далее задерживаются на верхнем сите, в то время как солод проходит на нижнее сито, где очищается от песка и других мелких примесей. Пыль и легкие примеси отсасываются и собираются в пылеосадительной камере или другом пылеотделителе. Для очистки солода можно использовать и обычные росткоотбивные машины, однако очистительные машины с ситами более экономичны. Ранее на канале мы подробно разбирали и ситовеечные машины и камнеотделительные машины, которые используются на мукомольном производстве. Однако солод это тоже самое зерно, только пророщенное, поэтому мы можем с небольшими модификациями использовать эти машины и для очистки солода. Принцип работы этих машин, их настройка, регулировка представлено в отдельных видео, которые вы можете посмотреть перейдя по ссылкам в описании. Ранее применялись также полировочные машины для очистки солода, однако они в настоящее время не применяются, поскольку потери сырья при полировке были слишком высоки. Раньше солод перед дроблением обрызгивали водой, чтобы оболочки увлажнялись и при дроблении меньше повреждались. Это было немаловажно, так как солод дробили на мельничных жерновах, однако и позже пытались увлажнять солод так же, как на мельницах перед помолом увлажняют зерно. Однако впоследствии отказались от этого метода и сейчас применяют запаривание солода непосредственно перед дроблением. На шнековом транспортере длиной 3 метра солод обрабатывается паром и при этом умеренно увлажняется. Влажность солода возрастает только на 0,05%, однако оболочки размягчаются и лучше отделяются, оставаясь более крупными. Частицы оболочек образуют хороший фильтрующий слой. Оборудование дробильного отделения. Дробильное отделение, как правило, размещается над варочным отделением, чтобы транспортировка дробленого солода в заторные чаны была короче и можно было использовать самотек. В дробильном отделении обычно имеются очистительные машины, автоматические весы для солода, дробилка и бункеры для дробленого солода. Размещение машин может быть различным, обычно они размещены в 2 или 3 этажа. Устройство дробильного отделения можно увидеть на схеме на экране. Производительность солода дробилки выбирается так, чтобы в смену дробилась засыпь только для двух варок. В зависимости от этого выбирается и число бункеров для дробленого солода. Бункеры изготовлены из листовой стали, внутри они гладкие, а внизу снабжены коническим выпускным отверстием. Дробленый солод должен выпадать из бункеров без остатка. Бункеры для солода могут быть цилиндрические, призматические, стационарные и укрепленные на тележках. Для загрузки 100 килограмм дробленого солода они должны иметь объем от 2,7 до 3 гектолитров. Работа всех машин и транспортеров между машинами должна быть синхронизирована, чтобы машины не перегружались. Солод к солоду дробилки следует подавать равномерно, чтобы загрузка дробилки не колебалась. Дробильное отделение должно быть хорошо освещено и подход к отдельным машинам легкодоступным. Машины в дробильном отделении необходимо хорошо герметизировать, чтобы производство было беспыльным. Дробильное отделение нужно связывать с остальными этажами и первым этажом, грузовым и пассажирским лифтом для облегчения обслуживания и транспортировки специальных солодов или заменителей. Современные дробильные отделения на больших пивоваренных заводах являются, как правило, частью варочного производства. Они полностью автоматизированы и управляются на расстоянии варщиком, который следит за процессом дробления на контрольном пульте, установленном в варочном отделении. Часто процесс решается так, что используют одну или несколько солододробилок большой мощности и дробленый солод без применения бункера попадает прямо в заторные чаны. Точно так же, как дробление солода автоматизировано дробление его заменителей – риса или кукурузы. Управление и контроль за работой дробильного отделения производится с пульта, который установлен в варочном отделении. Для удобства и наглядности схема соединения дробильного отделения с солодохранилищами, дозирующими устройствами и пневматическим транспортером вынесена на щит управление и контроле варочного отделения. Солододробилки. Для солододробления применяются четырех и шести вальцовые дробилки. Двухвальцовые дробилки используются на небольших пивоваренных заводах или для измельчения специального, главным образом сженого солода. Трехвальцовые дробилки с разным диаметром вальцов не применяются, а пяти вальцовые дробилки применяются в исключительных случаях. Двухвальцовая солододробилка состоит из стационарного чугунного кожуха, воронки, подающего устройства и двух вальцов. Кожух должен быть герметизирован, чтобы тонкая солодовая мука не распылялась. Подающее устройство состоит из регулирующего клапана, разрыхлительного и подающего валиков. Рифленый подающий валик равномерно спускает солодовое зерно в горизонтальном положении между дробящими вальцами. В таком положении меньше повреждаются оболочки. Вальцы изготовлены из закаленного чугуна и их поверхность хорошо отшлифована и отполирована. Если валик испорчен, борозды, углубления и тому подобное, его следует вновь отшлифовать. Вальцы должны быть расположены горизонтально и точно параллельно. Зазор между ними должен иметь по всей длине одинаковый просвет. Вал одного вальца закреплен на неподвижных подшипниках, соединенных с кожухом. Вал другого вальца расположен на подвижных подшипниках, чтобы можно было регулировать зазор между вальцами. Вал прочно закрепленного вальца снабжен ременным шкивом для приведения в действие вальца. Второй валец приводится в движение пары шестерен от первого вальца. Расстояние между вальцами зазор можно устанавливать с помощью регулировочных болтов или других регулирующих механизмов. Регулирующие механизмы отличаются в зависимости от модели и марки дробильного оборудования. Разборку вальцов при чистке обеспечивают рычажное устройство. Разведение вальцов при проникновении твердого предмета пружина. Или если вальцы достаточно старый, то противовес. Диаметр вальцов двух вальцовых солододробилок равен от 250 до 300 мм. Частота вращения от 180 до 240 оборотов в минуту. Производительность двух вальцовых дробилок колеблется от 600 до 2000 кг в час. На 10 сантиметров длины вальцов приходится от 150 до 200 кг в час солода. Четырех вальцовые дробилки лучше размалывают оболочки. Их лучше устанавливать на более высокие мощности, чем дробилки двух вальцовые. Установка и привод вальцов такие же, как у двух вальцовых дробилок. В верхней паре вальцов солодовое зерно расплющивается и оболочка отделяется от эндосперма. На сетах или другом устройстве она освобождается от остатков крупной крупки для лучшего размалывания на нижних вальцах. Четырех вальцовые солододробилки встречаются во многих конструктивных решениях. Рассмотрим конструкцию солододробилки типа М27-25, которая имеет верхней и нижней пары вальцов сортирующее устройство, которое центробежные силы отбрасывает дробленый солод на перфорированную стенку и отделяет крупную крупку от оболочки. Сортировка несовершенна, однако устройство работает надежно и не нуждается в специальном обслуживании. Производительность этих дробилок в зависимости от длины вальцов колеблется от 1 до 2,4 тонн в час. Потребная мощность привода от 6 до 10 кВт. Солододробилка типа ТМС снабжена между верхней и нижней парой вальцов двумя сотрясательными ситами. После сортировки на ситах мелкая крупка и мука выводятся из машины и уже не попадают на нижнюю пару вальцов. Оболочка и крупная крупка в результате колебательного движения соскальзывают на конец устройства и падают на нижнюю пару вальцов. Сита чистят с помощью резиновых шариков. Дробилка изготавливается только одного размера производительностью 2 тонны в час. Средней частотой вращения неподвижно укрепленного вальца 220 оборотов в минуту. Подвижного вальца 214 оборотов в минуту. С потребной мощностью привода 10 кВт. Шести вальцовые солододробилки работают в три этапа и поэтому их производительность достаточно высока. Схематически эти процессы изображены на схеме, которую вы видите на экране. С подающего устройства солод попадает между дробящими вальцами АА, которые для быстрого захвата зерна расположены по диагонали. Измельченный солод поступает на верхнее сотрясательное сито Б. Оболочки с прилипшими к ним частицами эндосперма колебательным движением подаются ко второй паре вальцов ЦЦ. А крупная крупка с колеблющегося сито Б2 к третьей паре дробящих вальцов. Мелкая крупка под решетный продукт с плоскости Б3 попадает на колеблющуюся пластину Д3, а с неё прямо в бункер. Оболочки, раздробленные на второй паре вальцов, попадают на сотрясательное сито Д1, где отделяется крупная крупка. Оболочки уже не проходят через следующую пару вальцов и падают в бункер. Крупная крупка с колеблющегося сито Д2 снова колебательным движением сито переводится к третьей паре вальцов. Под решетный продукт мука и мелкая крупка с колеблющейся плоскости Д4 падают прямо в бункер. Оболочка Д2, как обозначено на схеме, может задерживаться отдельно и отделяться от остальной части дробленого сода. Благодаря тому, что оболочки проходят только через две пары вальцов, а мелкая крупка и мука отсортироваются уже под первой парой вальцов, обе нижние пары вальцов менее загружены и это повышает производительность дробилки. В зависимости от длины вальцов от 400 до 1500 мм, производительность 6-ти вальцовых дробилок колеблется от 1800 до 6500 кг в час. При производстве особо тонкодисперсного солода, пригодного для фильтр-пресса, производительность на 15-20% ниже. Потребная мощность составляет от 5 до 15 кВт. Обычно необходимо, чтобы отдельные части внутри дробилки были легко доступны. Кожух дробилки должен быть хорошо герметизирован снаружи и внутри гладкий. Углы внутри должны быть заполнены соответствующим материалом, чтобы в них не осаждалась пыль и внутренность легко поддавалась очистке. Регулировка вальцов должна быть легкой и хорошо контролируемой. Следует обеспечить полную неподвижность, чтобы во время эксплуатации положение вальцов не изменялось. Необходимо также помнить о том, что следует брать пробы под каждой парой вальцов и под общим выходом для дробленого солода. Тем самым контролируя качество помола в нескольких точках и определяя, какая же пара вальцов уже не обеспечивает то качество помола, которое для нее запрограммировано. При этом можно, отбирая пробы под каждой парой вальцов, определить износ, степень износа вальцов и в каком месте этот износ произошел. Принципы дробления солода. При разрушении солодового зерна во время дробления экстрактивные вещества становятся доступными для воды. Тем самым ускоряется процесс растворения и остальные химические и физические процессы при затирании. Чем мельче частицы, тем быстрее в них проникает вода, обеспечивая действие ферментов. Однако солод нельзя дробить слишком мелко, поскольку тогда возникли бы значительные трудности при дальнейших технологических процессах. Главные компоненты солодового зерна – это оболочки и эндосперм. Они отличаются по своему составу физическим свойством и функцией в пивоваренном процессе. Оболочка не имеет значения для получения экстракта. Она состоит главным образом из нерастворимой целлюлозы, дубильных веществ, горьких веществ, пентазанов и небольшого количества других органических и минеральных веществ, которые частично переходят в раствор. При дроблении оболочки должны остаться в виде больших частиц. С одной стороны, чтобы при фильтрации они образовывали рыхлый, легко проходимый фильтрующий слой, а с другой стороны, потому что мелко раздробленные оболочки лучше выщелачиваются и в пиво переходят больше веществ, которые придают ему более резкий вкус. Оболочка эластична и при дроблении оказывает большее сопротивление, чем отдельные части зерна. При дроблении хрупкого солода она не слишком повреждается. Эндосперм содержит экстрактивные вещества, которые полностью могут быть использованы в пивоваренном процессе. Это прежде всего крахмал и другие сахариды и белки. Однако состав этих веществ в различных частях зерна не одинаков. Уже отдельные зерна крахмала имеют разную величину. Крупные зерна крахмала содержат около 90% чистого крахмала. Остаток составляют белки, клетчатка, жир и другие вещества, сосредоточенные в оболочке крахмального зерна. У мелких крахмальных зерен доля этих веществ выше. На физические свойства эндосперма влияет растворение солода. Эндосперм хорошо растворенного солода хрупкий и при дроблении легко измельчается. Ферментативные процессы происходят в ячменном зерне при соложении, как известно, от зародыша к кончику зерна, где растворение происходит позднее. Также распределение ферментов в эндосперме не одинаково. Края эндоспермы богаче ферментами, чем середина. Поэтому в эндосперме всегда имеются менее растворенные и более твердые частицы, которые оказывают сопротивление при дроблении, хуже размалываются, чем хрупкие. Середина зерна в узком зазоре между вальцами обычно хорошо перемалывается. Менее раздробленными остаются твердые кончики зерна. При дроблении каждое солодовое зерно должно быть расплющено и содержимое его освобождено. Оболочки должны быть хорошо перемолотые и очищены от твердых частиц эндоспермы, которые обычно к ним прилипают и в таком состоянии труднодоступны для воды и действия ферментов. Вследствие чего могут переходить в пивную дробилку неиспользованными. Крупная крупка, образующаяся из твердых частиц зерна, также с трудом растворяется и медленно осахаривается. Ее доля должна быть как можно меньше. Лучше всего происходит растворение и осахаривание мелкой крупки и муки. Мука – наиболее тонкая часть дробленого солода. Однако она менее пригодна, так как дисперсия ее частиц настолько значительна, что очень высокое содержание ее в дробленом солоде вызывает трудности при фильтрации. Пригодность состава дробленого солода устанавливается эмпирически, в зависимости от оборудования варочного отделения. Если используется фильтрационный чан, дробленый солод должен быть грубого помола. Более тонкий помол можно использовать для фильтра пресса. Для того, чтобы обеспечить равномерное качество дробленого солода, ячмень перед солодорощением должен быть хорошо отсортирован, чтобы он содержал зерно приблизительно одинакового размера. Загрузка солода дробилки тоже не должна колебаться. При перегрузке помол получается слишком грубым и между вальцами могут проходить целые зерна солода. Дробление при смачивании. Стремление усовершенствовать дробление сода привело к попыткам дробить солод, предварительно смоченный в воде. Об этих опытах упоминает Гаузинг еще в 1898 году. Предполагалось, что при этом оболочки останутся неповрежденными и тем самым улучшится фильтрация, повысится выход экстракта. И кроме того, при смачивании из оболочек будут удалены нежелательные горькие вещества, дубильные вещества, кремниевая кислота и благодаря этому улучшится вкус пива. В Чехии в 1950 году и позже по инициативе пивовара Битнера этот способ был проверен на опытном производстве в Бранике. Было обнаружено, что при смачивании выщелачивается от 0,5% до 0,5% экстракта и выход экстракта не повышается, даже при использовании для затирания замочной воды. Незначительное ускорение фильтрации не компенсировало сложной операции, связанной с замачиванием солода. Но впоследствии были разработаны аппараты Штайникер Фрайзинг специально для дробления мокрого солода. Схему такого аппарата вы сейчас видите на экране. Однако в настоящее время, поскольку замоченный солод редко используется, я не буду вам рассказывать о том, как он работает, сэкономив и мое и ваше время. Состав дробленого солода или качество помола. Кроме влияния, о которых уже упоминалось, на состав дробленого солода прежде всего влияет устройство дробилки, то есть установка зазора между вальцами. У большинства солода дробилок регулирующее устройство снабжено шкалой или классификатором, согласно которому зазор сужается или расширяется. Ширину зазора можно контролировать измерительной пластиной различной толщины. Для шести вальцовых дробилок приводятся как подходящие следующие зазоры. Таблицу вы видите на экране. Качество дробленого солода контролируется прежде всего наружным осмотром среднего образца. Образец должен содержать все составные части помола, отобранного из помола по всей длине вальцов. В образце при осмотре определяется все ли зерна достаточно расплющены. Определяется состояние оболочек, доля муки и общий вид помола. Опытный работник уже при таком осмотре хорошо ориентируется в составе помола. Приблизительно тонкость помола определяется также по массе 1 гектолитра или по объему, который занимает 100 кг помола. Обычные помолы весят 38-44 кг на гектолитр. Тонкие помолы до 50 кг на гектолитр. 100 кг солода с массой 1 гектолитра в 56 кг имеют объем около 178 литров. 100 кг солода с массой 1 гектолитра в 60 кг имеют объем около 166 литров. 100 кг грубого помола занимает 280 литров, тонкого около 240 литров или еще меньше. Точно определить состав дробленного солода можно только просеивая его через соответствующие сета. Для этого может быть использована система ручного просеивания на трех сетах с отверстиями различной величины. Таким образом получаются фракции оболочки крупной крупки, мелкой крупки и муки. Однако ручное просеивание не всегда точно, поэтому состав помола лучше контролировать на механических лабораторных рассевах. На таких лабораторных рассевах 5 сит и просеивается 100 г помола при величине колебаний до 300 колебаний в минуту. И фракции на сетах, так же как и подрешетный продукт, взвешиваются на дне. Тонкий помол, который представлен в таблице на экране, получен из того же солода, что и грубый помол, путем сужения зазора на 4-х вольцовой дробилке. По содержанию пудры в грубом помоле можно судить, что солод был хорошо растворен. У плохо растворенного стекловидного солода содержание пудры было бы значительно ниже. В таблице, которую вы видите на экране, представлено содержание отдельных частей помола в общем экстракте. В помоле хорошего состава должны преобладать фракции тонких и легко перерабатываемых частей, то есть мелкой крупки и муки. Данные литературы об удовлетворительном составе помола очень отличаются. И невозможно определить для состава помола повсеместно действующие нормы. Состав всегда зависит от качества использованного солода. Крупной крупки должно быть как можно меньше. Содержание оболочки должно отвечать требованиям, предъявляемым к фильтрации. Солод из тонких ячменей всегда имеет меньшую долю оболочки, чем солод из грубых ячменей. В чехословацких производственных помолах доли оболочки и крупной крупки колеблются от 30 до 40%. Некоторые помолы, представленные в таблице на экране, по своему составу не отвечают обычным требованиям. Однако следует учесть, что многие недостатки помолов существенно не влияют на классические процессы в варочном отделении. Кипячение густых заторов, частая перекачка и в целом продолжительность трехотварочного и частично двухотварочного способов благоприятствуют процессам растворения и осахаривания. И следовательно допускают обработку солода грубого помола. Большое значение имеет состав помола при укороченных процессах затирания. Следует как можно дольше придерживаться установленных соответствующих производственным требованиям составов помола. Дробилку нужно регулировать заново только в том случае, если изменяется качество солода или при контроле будет установлено, что существенно изменился его состав. Отделение оболочки. Разные исследователи по-разному подходят к тому, нужно ли отделять оболочку, нужно ли ее использовать для затирания. Раньше, примерно сто лет назад, тяжело было отделить оболочку от других частей при дроблении солода. Сейчас же в этом нет никакой сложности, поскольку существуют современные сетовеечные машины, на которых можно отделять оболочку достаточно полно. Если оболочка отделяется, то ее можно задирать в чане после спуска первого и второго затора. Однако, мнения относительно отделения и некипячения оболочки различны. Краус и Бозе Вейтс проводили опыты. Изучали при различных способах затирания, кипячения оболочки, влияние ее на качество пива. С вкусовой стороны установили, что пиво из непрокипяченной оболочки тоньше, однако имеет менее четкий и пустой вкус. Цвет такого пива светлее. Влияние дубильных и горьких веществ на небиологическую стойкость пива изучали также в исследовательском центре в Бранике. Было установлено, что раздельная переработка или исключение кипячения оболочки не оказывает существенного влияния на небиологическую стойкость пива. Отделение оболочки и некипячение ее практикуются на некоторых заводах. Влияние состава помола на процесс варки сусла. Состав помола оказывает влияние на скорость фильтрации, выход экстракта и до определенной степени на качество сусла. При использовании в фильтрационных чанах наиболее важно влияние помола на скорость фильтрации. Грубые помолы с большой долей неповрежденной оболочки обеспечивают быструю фильтрацию и промывку пивной дробины. Слой пивной дробины выше и рыхлее, и сусла быстро проникает через этот слой. Если помол тонкий, слой пивной дробины слеживается. Тонкие части мука и пудра заполняют проточные каналы и образуют на поверхности труднопроходимый слой. Чтобы обеспечить сток первого сусла или стекание промывной воды, слой пивной дробины приходится разрыхлять или перелопачивать. Кроме того, это приводит к потере времени. А частое рыхление также отрицательно влияет на прозрачность пивного сусла, а следовательно и на качество сусла. Если заторы кипятятся и достигаются хорошие выходы экстракта, предпочтительнее грубые помолы с содержанием 25-30% оболочки, чтобы ускорить фильтрацию. Для заторных фильтр прессов можно пользоваться тонкими помолами. Однако и здесь, в зависимости от конструкции фильтра и материала салфеток, выбирается такой состав помола, чтобы первое сусло и промывная вода стекали прозрачными. Для достижения более высоких выходов экстракта больше подходят тонкие помолы. Однако прямой зависимости между тонкостью помола и экстрактом не существует, поскольку выход экстракта зависит еще и от других факторов. От метода затирания, качества использованного солода, степени промывки пивной дробины и т.д. Осахаривание и выщелачивание экстракта из пивной дробины также зависит не только от тонкости помола, а еще и от многих других факторов. Из излишней раздробленной оболочки может выделяться больше нежелательных дубильных и горьких веществ. На выщелачивание этих веществ при неудовлетворительном составе помола влияет также продолжительность фильтрации первого сусла и промывной воды. Готовое сусло в таких случаях имеет повышенный цвет, а пиво более резкий вкус. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную приготовлению солода. Мы рассмотрели только небольшую часть, посвященную начальной подготовке солода, то есть его дроблению, параметрам дробления и конструкции дробилок. Влияние состава помола на процесс варки сусла. Другие вопросы. В следующем видео мы рассмотрим засыпь и все, что с нею связано. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Поделитесь этим видео с теми людьми, которым оно могло бы быть интересно. Вдруг у вас есть люди, которые учатся на пивовара. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok